Проповедь сегодня утром, и мы сделаем рисунок, что, в общем, мы делаем всегда двухэтажный дом. Жизнь на первом этаже может стать обыкновенной, без каких-либо частностей, то есть естественной, и мы сваливаем все вместе, без развлечения и восприятия Божьего ума. Мы говорили об этом утром на нашем служении в 9 часов утра, а также и в 11 часов. В этот вечер я хочу поговорить о сильной семье, а также и о распаде в семье. Я думаю о человеке в первой книге царств, главы с первой по четвертую, его имя Ильи. Кто из вас знаком с его историей? Ильи? Он первосвященник? Некоторые знают. На этой неделе у нас также будет брачный семинар на выходных. Он пройдет в двух местах. В пятницу будет здесь, а в субботу в графстве Сисер. Это будет замечательное время, которое Райан приготовил для нас. Это будет общение, время вместе, как семьи и как семья. Сколько детей родились в этом году в нашей церкви, сколько у нас появилось новых мам и пап, а также и о людях старшего поколения, находящихся здесь в нашей семье, и о времени, в которое мы живем, а также о тяжелых событиях, которые произошли в семье, а также и о чудесных событиях, которые произошли. Итак, я хочу поделиться об этом, потому что на нашем рисунке, и я верю, что ключом является весь дом, оба этажа. Вот что необходимо в каждой области жизни, везде. На моей работе, в моем имении, мой возраст, мое здоровье, мои друзья, моя квартира или дом, мои дальние родственники, мои мысли о будущем, а также и о прошлом. Семья важна. В этой истории мы видим этого священника по имени Ильи. Он был судьей Израиля и священником. Он носил, можно сказать, два головных убора. Но, как кажется, его головной убор, как отца, был третьим убором, и он был не совсем умелым в качестве отца. Мы читаем о его двух сыновьях во второй главе, в двенадцатом стихе. Сыновья же Ильи были люди негодные. На английском языке сыновьями Велиара. Они не знали Господа. Трудно растить семью, когда ваши дети не знают Господа. Но вот эти сыновья, сыновья священника, и он также является судьей Израиля, и он был таковым в сорок лет. И в истории вы можете видеть, что он был человеком Божьим. Он был чутким. Когда Бог обратился к Самуилу, то Самуил прибежал к Ильи. Ильи задал ему пару вопросов. Самуил отправился спать и снова услышал слова от Бога. Ильи сказал, с тобой разговаривает Господь, слушай его, и потом расскажи мне все, что он тебе говорит. Этот человек представляет некоторый парадокс, потому что он призван Богом, он священник Божий, он судья Израилев. У него есть эти два поста. Но, возможно, мы могли бы сказать, что пост отца был проблемой. Я не знаю, его сыновья не знали Господа. Мы не можем полностью упрекать Ильи, но в истории мы видим, что Ильи не поправлял их. Ильи ему сообщали об их грехах, греховном поведении, которое удивительно описано в тексте. Они спали с женщинами у дверей скини, глумились над жертвоприношениями, все превращали в шутку. И, конечно, иногда мы слышим о детях пасторов, детях миссионеров. Мама и папа Дэвида Поста живут в Непале. Мы знаем об этой семье и благодарны за благодать Бога, за то, что миссия лежит в его сердце. Это, как мы слышали, замечательно. Что может быть больше для отца? Но у детей есть свободная воля. И в данном случае эти двое сыновей не знали Господа и вели себя беспечно. Я думаю, что иногда в наших семьях дети бывают сыты по горло Божьими делами. Разговоре о Боге, изучениями Библии, Божьей молитвой, Божьими собраниями. Все связано с Богом все время, но все-таки мы, возможно, упускаем связь. У Илли были эти двое сыновей в качестве священников, потому что таков был порядок, когда отец был священником, его сыновья были священниками. Так было установлено в Ветхом Завете. Но в их жизнях нечто отсутствовало. Илли, где твой головной убор отца? Это напоминает мне об истории, в которой рассказывается о человеке, который изучал империю мира. И вот он приходит в христианскую школу, проводит там лекции. Он доволен этим. И когда он приходит домой, его встречает жена с двумя детьми и еще маленьким ребенком. А он только что проповедовал лекцию о Британской империи. Мать говорит, пожалуйста, подержи вот эту маленькую империю немного, позаботься о нем. Нет, ну что ты, я не справлюсь с малышами. Что же говорится об Иллии? Первое, о его работе. Он, очевидно, хорошо справлялся с этим. Это может быть проблемой в семье. Папа и мама настолько заняты на своих работах, и они очень преуспевают там, а о детях не проявляется заботы. Второе, Илли был чутким Божьим человеком. Третье, он был грузным человеком. Мы читаем об этом во второй главе, в двадцать девятом стихе. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» Илли был предупрежден Богом о его сыновьях. Он также был старым человеком. Ему было девяносто восемь лет, когда он умер. Это описывается в четвертой главе. Его зрение ослабло. Он упал навзничь, услышав о том, что ковчег Божий был захвачен и сломал себе хребет. Можно было бы сказать по-другому. Его шея стала несгибаемой, жесткой. Этого достаточно, чтобы упрекнуть каждого папу в этом зале. Это очень разочаровывает. Но мы можем сказать ободряющие вещи по этому поводу через несколько минут. В исследовании Циммермана в 1947 году говорится о распаде различных культур в истории. Он изучал манеры поведения, типичные для последних стадий дезинтеграции каждой культуры. Он сравнивает это с Америкой. Он выделил 11 элементов, которые приводили к упадку семейного союза. Первое – увеличение и ускорение упрощения беспричинного развода. Второе – уменьшающееся количество детей. Третье – вырождение населения. Четвертое – увеличение публичной непочтительности к родителям, к отцовству и материнству. Пятое – игнорирование истинного значения свадебной церемонии. Шестое – популярность пессимистических учений о прежних героях. Так было сделано по отношению к Христофору Колумбу в либеральном мировоззрении. Седьмое – разрушение нетерпимости к прелюбодеянию. Другими словами, ничего страшного. Восьмое – молодые люди настраиваются против родителей, и родительское влияние становится все более и более затрудненным для тех, кто попробовали воспитать детей. Интересная мысль. Мы встречаем людей, которые говорят, «Я не хочу воспитывать детей, это так тяжело, я не уверен, что я смогу сделать», или «Я не хочу, чтобы у меня были дети, мир находится в таком плохом состоянии». Не думаю, что какие-либо из перечисленных доводов имеют смысл для меня. Но вот все это – часть рисунка, к которому я хочу привлечь внимание. Не наша культура должна направлять нашу семейную жизнь и что нам делать, но это должно быть большим источником вдохновения, направления и определения. Возможно, Ильи стал фамильярным в отношении своего статуса как священника. Он не мог поправить своих сыновей. Он не мог сказать, «Вы отстраняетесь». Я больше не разрешаю вам здесь служить. Вам нужно обрести Бога и познать Бога лично. Вы обмануты. Возвратите ваши священнические принадлежности. Вы больше не можете носить священнические одежды. Вы более не допускаетесь к служению при приношениях. Вам более не позволяется действовать как священником. Вы не будете более это делать. Но это трудно для папы или мамы быть такими твердыми с их детьми. Но вот, что мы хотим сказать. Я не думаю, что я могу это сделать до тех пор, пока сам Бог не поможет мне в этом. Пока Он не даст мне понимание, что я могу быть терпеливым. Когда моя семья распадается, я буду обращаться к тому, что делает семью сильной. Было исследовано 3000 семей, собрано большое количество информации, проанализировано. И вот шесть главных качеств сильных семей. Первое. Они преданы семье. Плыть или утонуть, паводок или что-то другое. Я никуда не уйду. Я привержен моей семье. Это удивительно. Где же Ильи? И мы с вами размышляем об этом в Духе Божьем. Или Он был человеком, о котором некоторые изумляются. Потому что Он сочетание Божьего человека и затем вот такая слабость. И Дэвид Райан говорил, он говорил о том, что нет храбрости. Он сказал, а нет, он это не говорит. Во мне трусливый зайчишка, когда давление нарастает, я исчезаю. Я не хочу увязнуть в неприятности. Я ее избегаю. Я не хочу выглядеть плохо. Я не хочу быть смущенным. Я не хочу предстать перед фактом. Я не хочу быть ответственным. Я избегаю этого, потому что человек таков. Так было с Адамом и Евой. А где вообще был Адам, когда Ева разговаривала с дьяволом? Да, наверное, сидел с пультом управления и просматривал каналы телевидения. Нажимал на кнопки, а она там на кухне, разговаривает с дьяволом. А он смотрит свою любимую программу. Это я, если бы не было того, что на рисунке, это вы и я, если бы не было того, что на рисунке. Это же удивительно. Бог посещает нас в духе. Бог приводит нас в общение в духе. Бог ведет нас, и мы каким-то образом понимаем, как жить и как любить. Ведь, если я устраняюсь, то где любовь? Если я не со своими сыновьями, то где же любовь? Если меня нет с моими дочерями, когда они нуждаются во мне, где же любовь? Если я не с церковью, то где же любовь? Я видел, как люди приходили, и они были как будто здесь, наслаждались происходящим, и они хотят быть используемы. Я думаю, что это важно, вступить и быть вовлеченным, потому что вас нуждаются. Но некоторые просто уходят, и вы думаете, ну почему? И они говорят, потому что вы не делаете это, не делаете другое. Одну минуту, давайте изменим уравнение. Как насчет того, чтобы вы принесли что-то сюда? Евангелие от Марка 10, 42. Христос пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Как насчет того, чтобы вы и я приходили в духе по вере? Мы хотим приходить и служить, и полагать наши жизни для братьев. Что делает семью крепкой? Первое, быть преданным своей семье. Второе, проводить время вместе. Время вместе. Я думаю, что это замечательно, когда мы приходим в церковь, мы приходим с нашей семьей, мы разговаривали до этого в машине, и затем мы после этого едем в машине домой вместе, мы разговариваем о самых разных вещах, мы можем остановиться в кафе-мороженом, прогуляться в вечернем воздухе здесь, наслаждаться прекрасным вечером, побыть с друзьями, поговорить, побыть вместе, провести время вместе с семьей. Это удивительно. Сегодня моя жена рассказала мне о происшествии на улице. Хорошо одетый мужчина лежал вниз по улице за хорошо одетой молодой женщиной 30-летнего возраста. Мужчина остановил ее, повалил на землю. Вокруг собрались люди, кто-то вышел из ресторана, вызвали полицию. Моя жена припарковалась, чтобы посмотреть, что происходит, и поговорила с мужчиной через некоторое время. Мужчина был совершенно сокрушен, потому что у его дочери наркозависимость. Он проводил с ней время, и что-то произошло в ресторане, и она выбежала. Он и жена были там хорошо одетые люди с сокрушенными сердцами из-за семейной проблемы. Моя жена дала ему трактат, поговорила с ним о Господе, поделилась немного. Он сказал, мы все испробовали, реабилитация за реабилитацией, все использовали, сокрушенные сердцем люди. Что есть семья? Мы не прекращаем. Мы делаем все, что можем. И в этом случае мы можем молиться, чтобы Христос пришел в сердце молодой женщины, изменил ее сердце. Это было бы так замечательно. Возможно, они испробовали все, кроме Христа. Я не знаю. Но то, с чем мы сталкиваемся в наше время, в эти дни и времена, в которой мы живем, необходимо, чтобы была работа Духа. Должно произойти действие Бога. Третье, что делает семью сильной, хорошее сообщение внутри семьи. Когда вы вместе и вы обнаруживаете за слоями скрытности, и вы идете дальше и слушаете, что говорится, что недосказано и что хотят сказать. Когда вы понимаете, что ваш сын, возможно, проходит через испытания, или ваша дочь в замешательстве, что бы там ни было. Когда в семье боль или в сердце у кого-либо. Посмотрите, Илли был в некоторых обстоятельствах очень хорошим, а также чувствительным, но он был также тучным. Он хорошо насыщался, но не имел того, в чем он в действительности нуждался, чтобы взять своих сыновей и поступить с ними так, как того хотел Бог. Вы можете прочитать это в истории здесь. Сыновья, я хочу поговорить с вами. Я очень серьезен. У вас есть немного времени? Исправьтесь. Или же вы не сможете делать то, что вы делаете здесь? Вы должны быть священниками Бога, и если вы не исправите ваши сердца, то мы внесем изменения, потому что я возглавляю это, мог бы сказать Илли. Так не может продолжаться. В семье Илли не было хорошего сообщения друг с другом. Однажды они насмехались над ним. Вы можете прочесть об этом. Я хочу сказать вам, что мы можем чувствовать и понимать, что происходит. Если мои сыновья не верующие, то это не остановит меня веровать, что они могут стать таковыми. Если они, как верующие, не следуют за Христом, это не означает, что мое взаимоотношение с ними закончено. У меня есть члены семьи, которые серьезно обеспокоены и находятся, возможно, в серьезных переживаниях в своем сердце, то это конфиденциальная информация. Мы об этом не распространяемся, не сплетничаем. Есть нечто важное. Это мой член семьи. Он блудный сын или блудная дочь. Каким бы ни был случай, но именно Бог может возвратить их. И я всегда буду для них там, рядом. Четвертое обстоятельство в этом списке – признание ценности друг друга в семье. Это серьезно. Я ценю тебя. Мы связываемся по телефону, мы разговариваем, мы поддерживаем связь друг с другом, мы заботимся. Это признание ценности друг друга. Где мы обучаемся этому? Мы здесь, в нашей семье здесь. Мы ценим друг друга, мы любим друг друга. Мне это нравится. Это удивительно, когда мы можем сказать добрые людям, ободрить их, укрепить их. Учитесь быть назидающими, обучитесь, как говорить ободряющие слова. Не искусственно, но от наших сердец, как мы думаем о людях. Вы всегда можете найти что-то замечательное, за что мы можем быть благодарны. Семья, которая наполнена множеством признательности, множеством ободрения, множеством понимания. В семье нет привычных стандартов для критики, которые распространены. Или, ты для нас пример человека, у которого не получилось. Семья распалась. Израиль распался, потерял ковчег. Вы знаете эту историю. Его сыновья умерли в один и тот же день. Или это будет свидетельством, насколько я печален всей этой историей. Оба твоих сына умрут в один и тот же день, и я заберу их в расцвете сил. Это могущественное событие. Мы здесь говорим, Господь может показать нам ободряющим образом. «Боже, помоги мне, помоги мне, будь там. Помоги мне увидеть это, как Ты видишь. Помоги мне давать то, что необходимо, что нам поможет, и направь нас в пути, к которым мы должны идти. Помоги мне иметь то, что необходимо, чтобы мы не скользили, как все в этой стране, чтобы мы не шли с первым этажом дома, и чтобы у нас были настоящие убеждения в происходящем, чтобы наши дочери были девственницы, чтобы наши молодые парни были девственниками, когда они женятся, чтобы они не избирали развлечений с алкоголем и наркотиками, чтобы наши семьи не были отчуждены друг от друга, когда молодые люди уходят, и вы больше их никогда не увидите, чтобы было нечто в нас, передаваемое от Бога, и Его сердце в нас, чтобы мы могли видеть». Бог показывает нам. Он благословляет нас. И последнее. Послушайте это. Нет, еще два пункта. Семья сильна, когда в ней есть духовная приверженность. Духовная приверженность. Духовное убеждение. Появилась идея, что мне можно отойти, не пойти в церковь, отправиться на байдарки. Однажды я занимался виндсерфингом и встретил дальнего знакомого. И он сказал, «Мой Бог здесь, в природе». Я ответил, «Я пастор, и я хожу в церковь». «Я не хожу в церковь. Я здесь, на природе». Он говорил это добродушно. У нас было хорошее время в общении. Я ощущаю это в природе. Ветер, вода, солнце. Бог со мной здесь, на порту. Я продолжаю. Я знаю это. Я согласен. Я тоже люблю это. Но этот ветер и эта природа не могут сказать мне о Божьей благодати. Не могут мне открыть, кто такой Христос. Я не могу узнать по этому ветру, солнечной погоде, воде я буду довольно похвастаться. Я не могу понять, желанный ли я в Доме Бога. Мне необходимо пойти, услышать это, и ясно понять это. Я знаю обо всех подобных вылазках, поход в горы, в Колорадо. Они делают это все время, путешествуют пешком. Их Бог – это их че. Но необходимо откровение Духа, чтобы Библия рассказала мне, кто такой Бог, и полюбить Его всем сердцем. Мы приводим наших детей в детскую комнату для малышей, в комнату для матерей. Воспитываем их на пути Божьем, приводим их в молодежное служение, чтобы они познакомились с пастором Лавом, с пастором Питером Вестерой. Они отправляются в одно путешествие, в другое. Мы садимся, разговариваем, слушаем и общаемся. У нас есть свои проблемы, и это последнее. Они способны решать проблемы во время трудностей. Когда горит дом, семья собирается вместе, держится за армию. Слава Богу! Где Ты хочешь, чтобы мы жили теперь? Дом в столбе, но мы были спасены, о любое. Мы молимся, мы решим наши проблемы в кризисе. Когда случается автомобильное происшествие, мы решим наши проблемы в кризисе. В болезни, такой как рак, мы решим наши проблемы в кризисе. Мы соберемся вместе. Помните, Эверет Купп, его сын, изучал медицину в университете в Тауссенде, в Дуркмонде. На выходные он отправлялся взбираться на Белые Горы. И однажды в воскресенье днем он упал и разбился насмерть. Его тело нашли на выступе скалы. Ушло несколько часов, чтобы его забрать оттуда. Семья была здесь, в Мэрилэнде, в Вашингтоне. Я читал книгу об этом, когда передвигаются горы. Такое название. Семья собралась вместе, они получили печальное известие, и все собрались вместе и молились в слезах. «Бог, дай нам покой». И он ответил «покой». Казалось, что можно было прикоснуться к этому. Это было так сильно. Прошло через всю комнату. И у них был покой. Слезы и покой. Но что бывает с семьей, когда там все время осуждают друг друга? «Почему ты позволил ему собираться на скалы? Почему ты сделал это? То? Почему он не сделал это? Почему не сказал это? Почему такое произошло? Ты виноват. Вот почему такое произошло. Вот почему то произошло». Это не решает проблемы. Это не Христос в семье. Семья нуждается во Христе. Семья нуждается в чем-то от Бога. У Гилей этого не было. Я думаю, что у него это было только временами, но когда вопрос коснулся того, что необходимо было сделать в его семье, этого просто не произошло. То, что я говорю сегодня, я надеюсь, что это назидает. Я знаю, что это так, когда мы слышим это правильно. Я говорю, что я так благодарен за то, что Бог делает в нашем общении, за то, что Бог делает в наших семьях, каково наше будущее. Но я говорю, что это не легкий путь. Это требует чего-то чрезвычайного. Требуется, чтобы в семье выстраивался цельный дом. Требуется больше, чем только ваш хороший образ или ваше хорошее отношение. Потому что, когда ваше сердце сокрушено и все еле движется, необходимо, чтобы там был кто-то, кто сказал, «Бог способен, я не отступлюсь. Я предан моей семье. Я буду там, независимо от того, что произойдет. Я буду ходить с Богом. Я буду доступен. Я буду полезен. И мы увидим, что Бог сделает. Мне нужен Бог в это время моей жизни. Мне нужно Божье присутствие в моей жизни. Божья мудрость в моей жизни. Мне нужна церковь в моей жизни. Когда я слышу плохие вести о чем-то, что происходит с кем-то, кого я люблю, я не ухожу от Бога, но я приближаюсь к Богу. Когда мы в испытании или в трудности в нашей семье, и наши сердца сокрушены, что бы там ни было, я не ухожу и не говорю, я рассержен на Бога и на все это. Нет. Мы смиряемся перед Богом, и мы говорим, «Господи, покажи мне путь. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои». Дэвид Пост делился по этому стиху, или Дэвид Лайт. Это замечательно. Позвольте, я повторю это. В эти дни и времена нашей жизни происходит невероятное давление на семью. Возможно, вы обнаружили это, видели, может быть, часть этого, но не отчаивайтесь, потому что Бог – скорый помощник во всякое время. Бог способен показать вам, как идти. Бог способен ободрить вас во внутреннем человеке. Бог способен показать вам, как быть любящим, верным, добрым, дарующим, ободряющим. И Он поведет нас в нашем пути. Наши дети нуждаются в нас. И не только, когда они малыши. Бог, позаботься об этой империи немного. Но когда они молоды, когда они подростки, и даже когда им 25, и вы, и я, все еще на земле, аллилуйя, у них есть пожилые родители, а также дедушки и бабушки. В случае с Илией, он не хотел слышать о них. Когда к нему приходили и говорили о его сыновьях, он закрывал уши. Говорится, что человек Божий пришел и сказал ему, что происходит. Но не думаю, что Илий воспринял это. И затем он говорит своим сыновьям, что происходит. Я слышал об этом. И все на этом. Когда Бог пришел к Илии и сказал ему более ясно, и даже тогда Илий ел с ними неправильным образом, не так, как говорил Моисей, но они забирают лучшие порции и едят, говорится, мы сами это съедим. Говорится, что Илия и его два сына уточняли себя начатками приношений. Давайте уточнять себя правильным образом. Скажите это вашему соседу. Давайте уточнять себя правильно. Вторая мысль. Не будем этого делать. Пусть наши кости уточняются. Наше сердце расширяется. Наши размышления пребывают в Духе Божьем. Наше сердце, наш ум, наш путь, благодать, которой мы учимся, назидания, которые мы находим, мы уточняемся правильным образом. Мы способны сказать истину, даже когда она ранит. И, конечно, с людьми, которых мы любим, мы часто танцуем вокруг этого. Это исходит из наших сердец. Мы соль и свет в этом мире. И, возможно, им это не нравится, но мы делаем это, потому что мы хотим жить во всем доме. И назидательные поучения – это путь жизни. Хорошо. Кто считает, что это было назидательным? Помолитесь со мной, пожалуйста. Если вы здесь сегодня, и вы думаете, что означает следовать за Христом, чтобы быть соленым другом, соленым отцом или матерью, соленым учителем в школе, соленым дедушкой или бабушкой, мы не приветствуем критику, но мы говорим, что есть путь, где Христос является в нашей семье, и он способен ободрить их и наставлять их в вере. Они обучаются узнавать, кто в действительности их друзья. В притчах говорится, «Не покидай друга Отца твоего». Какая замечательная притча. «Не покидай друга Отца твоего». Если вы здесь, и у вас нет Христа в вашей жизни, пожалуйста, примите Его сегодня. Поверьте в Него в вашем сердце. Доверьтесь Ему. Доверьтесь Ему сегодня. Поверьте Ему лично. И Христос спасет вас. Христос заберет ваш грех и даст вам вечную жизнь. Христос запишет ваше имя в книге жизни. Христос ободрит вас и наставит вас. Христос будет назидать вас. Христос поможет вам. Христос прощает вас и укрепляет вас. Скажите это, пожалуйста. «Да, Иисус, я верю в это». И поднимите вашу руку. Есть ли кто? Это призыв с алтаря церкви. Это место, где вы слышите Евангелие, и у вас имеется возможность сказать «Да, Иисусу». Это изменит вашу жизнь. Христос изменит вашу жизнь. Скажите «Да, Иисусу». Примите решение. Не относитесь к этому поверхностно. Скажите «Да» и примите решение. Есть ли кто? Поднимите вашу руку. Есть ли кто? «Да, Иисусу». Благодарим Тебя, Отец. Благослови наши семьи. Используй это для нашего научения. Во имя Христа. Аминь.